Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о палитрах и выкрасках, которые существуют на сегодняшний день, рассказать о палитрах, которые предлагают бренды, рассказать о палитрах, которые делают всякие художественные марки скетчбуков, в чем вообще отличие, когда что нужно и какие они бывают. Зачем вообще нужны палитры? Мне кажется, что они все выполняют разные функции. Основное это показать цвет, показать наиболее хорошее сочетание цветов маркеров, показать палитры. Когда мы говорим о палитрах, первое, что мне приходит в голову, это вот такие вот выкраски от брендов, которые содержат в себе все оттенки и вы заполняете в нужном порядке те маркеры, которые у вас в наличии. У меня есть сейчас три таких. Это копик, есть скетч-маркер, тут вы видите разницу просто в количестве маркеров, и немножко в компоновке, и есть вот такая вот оттача. Как их найти? Я обычно набираю бренд, например, копик, дальше пишу empty, пустой, color chart, и смотрю либо в картинках, либо в файлах. В целом меня всегда выкидывают на какие-то ссылки, и я спокойненько их скачиваю. У меня никогда не было проблем. Можно найти на официальных сайтах чаще всего, у скетч-маркеров, у тачи, у копиков, посмотреть там, если не можете найти по поисковику. У меня никогда не было проблем. Единственная проблема была с fine color. Когда я делала выкраску для ученицы, мне пришлось у знакомых просить пустую табличку, потому что они ее ротко-модернизировали под такой формат листа А4. Мне очень важно, чтобы все было на одном листе. В остальном найти очень просто. В чем плюсы такой выкраски? Я сразу скажу такой маленький спойлер. Считаю, что вот это самый лучший вариант, самый удобный, самый полезный. В чем плюс такой выкраски? Во-первых, вы можете найти такую полностью заполненную. Просто набираете также бренд, копик, color chart. Пропускаете слово empty, все, у вас готовая выкраска. Еще обычно, если бренд популярный, то у вас будет в разных форматах. Там при дневном освещении, при искусственном, оцифрованное и так далее. По такой выкраске можно сказать, во-первых, сколько маркеров у вас есть. Во-вторых, можно сказать, какие градиенты у вас есть по логике бренда. То есть вы сразу понимаете, что вот у меня там, например, есть какой-нибудь коричневый. Он вставляет с собой градиент по нумерации, который мы с вами уже разбирали. Оставлю вам ссылочку на это видео. И сразу видно очень много. Видно, сколько маркеров у вас есть, сколько не хватает. Видно, например, в каком-то градиенте. Вот здесь, да, я вижу, что мне не хватает одного цвета дополнительного градиента. Или здесь тоже не хватает одного цвета. Вижу, насколько они близкие. Максимально удобно. Вы просто это печатаете. Я печатаю в всяких типографиях, там, не знаю, принтерных, как это называется, на матовой фотобумаге. Можно прийти со своим листом, например, если у вас есть формат А4. Я люблю матовую фотобумагу. Она супер плотная. Она как картон. При этом цвета на ней максимально хорошо передаются. Она комфортная. Она не замыливается. Очень удобно. И она не пропускает на другую сторону. То есть, она немножко видно пятна. Но вы можете где угодно ее заполнять. И не заботиться о подложке. В целом, это очень удобно. И я действительно предпочитаю именно такой способ для маркеров. Для меня он наиболее наглядный и показательный. По нему я понимаю, какие цвета у меня есть. Каких не хватает, какие можно купить. Но для кого-то это слишком скучно. И поэтому появились разные интересные варианты. Наверное, самым известным таким вариантом является вот такая палитра от Копик. Она называется, по-моему, Хекс Чарт. Ее создала художница. Я вам оставлю ник. Врать сейчас не буду. В чем ее суть? Здесь все по сотам. Вообще, я видела такую, по-моему, еще у скетчмаркеров. Тоже у этой художницы сделанную. Вот и у Копиков точно есть. И, по-моему, все. Но не могу мне рассказать о ней, потому что она супер популярна. В общем, можно ее купить на сайте этой художницы, по-моему, за 5 долларов. Я когда-то скачивала ее откуда-то в плохом качестве, но хотела для видео переоформить, сделать вот так красивенько. К сожалению, я не могу ее купить на сайте, потому что у меня русская карта. Но мне помогла подписчица и прислала такой вариант. Хотя я, конечно, с радостью бы купила ее у автора изначального. В чем здесь особенность? Здесь автор составил все цвета по группам. Здесь не обращает на внимание на номера. Она пытается согласовать цвета, чтобы они, видите, все сочетались между собой. Я скажу свое, наверное, такое немножко крамольное мнение, но я никогда особо не видела в ней смысла. Потому что некоторые цветовые сочетания для меня здесь спорные. Расположение маркера для меня некоторое здесь спорное. И в целом мне кажется, что вот такая вот выкраска просто официальная гораздо удобнее для меня даже по сочетанию цветов. Здесь как будто теряются некоторые сочетания. О чем я говорю вообще? Что я имею в виду? С одной стороны, она выглядит супер красиво, хотя стоит сказать, что заполнять ее довольно долго. Я вам записала кусочек, как заполняю вот эту синюю гамму. У меня еще не все маркеры. Она у вас будет в ускоренном режиме, но, чтобы вы понимали, заполняла ее ни много ни мало 18 минут. И чтобы заполнить все вот эти выкраски, вообще чтобы заполнить любую выкраску, нужно потратить очень много времени. Но если в какой-нибудь, я не знаю, официальный, вы просто выбираете, например, все оттенки с буквой «Б» и потом по номерам располагаете, быстро ищется. Это немножко ускоряет процесс. Здесь есть вот эта вот немножко игра, когда тебе нужно взять маркер и найти еще его здесь, потому что не всегда места предсказуемы, иногда и такие-то неожиданные места. Здесь какие есть особенности? Она расположила по цветам от фиолетового красному к коричневому, желтому, зеленому и синему. Какие у меня вызывает сомнения эта выкраска? В некоторых местах цвета не соединяются, типа здесь, где-то здесь, но в некоторых соединяются, при этом не очень сочетаются. Например, вот здесь сочетание оранжевого и такого бежевого, коричневого, оранжеватого, мне кажется, спорным. Они не будут очень хорошо мешаться вместе. Это не те цвета, которые легко между собой сочетаются. Как и, например, вот этот 18-й с вот этими светлыми тоже не будет хорошо мешаться. Здесь кажется, что классно все коричневые, средние, но, например, между собой они не будут так хорошо смотреться. У вас здесь такие немножко серовато-холодные, теплые, розоватые уходящие, оранжеватые уходящие. Это будет мешанина, если вы пробуете смешать на самом деле. То есть, например, вы смотрите вот в красный, кажется, такая красота, так красиво, из теплого переходит в холодный. Но у вас здесь 24-й теплый оттенок вместе с 43-м. Это холодный розовый, такой довольно холодный. Они вместе, конечно, будут сочетаться, но не так хорошо, как, например, 24-й и 22-й, которые изначально предполагаются как идеальные для градиента. Р-05, он более оранжевый, с 22-м сочетаться будет не так хорошо, как тот же 24-й. То есть, здесь мы теряем вот эти вот связи. 24-й, напоминаю, это теплый, 35-й рядом, это холодный розовый, 17-й это вообще в оранжевый уходящий. По-моему, он называется Lipstick Orange, то есть, это оранжевая помада. Вот эти три цвета, они дадут вам красивую смесь вместе. Плюс в такие места вклиниваются, например, V15 и V12, те цвета, которые идеально вместе смотрятся, и между ними вставили V04, которые сюда вообще никак не подходят. Я понимаю, что очень сложно было сделать эту выкраску логично, и, в принципе, вот этот V04 куда-то поместить, но явно здесь он не очень встает, потому что и V12, и V15, такие немножко приглушенные, сероватые оттенки. И тут вы его вводите, такой яркий, немножко аж флуоресцентный как будто цвет. Дальше вот таких сочетаний очень много здесь. Почему, например, YG95 сочетается с BG93? Это зеленый уходящий в желтый, это зеленый уходящий в серо-синий. Они плохо будут смотреться вместе в любом случае. Вот такое сочетание BG96-93 и, например, YG97, оно не будет смотреться хорошо ни при каких обстоятельствах. Так же, как и здесь, мы берем простые оттенки G17, G09, G07, G16, G19. Простые открытые зеленые, и между ними помещаем YG67, который уходит немножко в желтизну, который не будет сочетаться с этими цветами. Он теплый, они холодные. Поэтому у меня, конечно, очень много вопросов к этой палитре. И плюс в этой палитре теряется некоторая логическая связь, опять же, которая подразумевалась с брендом. Например, BG63 и BG66. Это цвета, которые идеально сочетаются. Они предполагаются брендом как соседние. Посмотрите, насколько они далеко. Здесь не вызывает логики, что вот это сюда идет. Мы поместили 66-й в более темный сектор, этот в сиреневом. И как будто его нужно смешивать с этим. И такого очень много. Я не знаю, например, холодный, зеленый, открытый смешивается с желтым, зеленым и желтым. Вы видите. И потом вклинивается BG90, который вообще лучше бы смотрелся здесь, потому что он такой как раз сероватый. То есть у меня очень много вопросов к этой палитре. И для меня она не играет особой роли, какой-то полезной. Я ей пользуюсь редкой. Я вот ее заполнила для вас, чтобы показать, чтобы было наглядно. Но мне не кажется, что она как-то помогает в рисовании. Честно скажу, мне кажется, что гораздо легче просто ее пользоваться официальной палитрой, либо пользоваться, делать какие-то выкраски на бумажках, просто взять какой-то листик. И вот я повыкрашивала примерно цвета, которые у меня были, посмотрела, что с чем сочетается. К этой палитре я не обращаюсь никогда. Но выглядит красиво. И последняя палитра заводская, такая, которая уже напечатана, это вот такой вот цветовой круг. Это копик. Я такой точно увидела скетчмаркеров. И у скетчмаркеров я увидела прям заполненный, оцифрованный. В чем его суть? Я его напечатала тоже недавно. Он мне буквально попался на глаза, когда я начала готовиться к этому видео. Я подумала, что это прикольно. Обязательно нужно вам рассказать. Но я думала, что здесь не вся палитра. На самом деле, сказалось, вся палитра. То есть это все маркеры копик. Все там 350 штук. Но вот они в таком вариации, поэтому кажется, что их не так много. Выглядит очень красиво. Мне прям нравится. Но по полезности для меня примерно на уровне вот этой палитры. Во-первых, тут очень маленькие номера, их не видно. Во-вторых, тут все немножечко не приспособлено под какую-то, мне кажется, именно палитру, как она должна быть. Что я имею в виду? Если мы смотрим на эту палитру, вы все знаете, да, цветовой круг, что у вас есть три основных цвета. Это синий, желтый и красный. И путем смешения оттенков вы между ними получаете оранжевый, розовый, фиолетовый, зеленый. И дальше у вас появляется круг основных цветов. И потом вы уходите постепенно от центра. И чем дальше от центра, тем светлее цвет. Если очень кратко. Здесь в этот лук запихнули серые флуоресцентные. Они тут вообще никакой роли не играют. Просто их вот сделали под форму. И то же самое коричневые, но здесь такая палитра, что даже мне, зная все мои коричневые, ничего не понятно. Ну то есть сравните по понятности коричневые вот здесь, да, такие две полоски, где вы четко видите все градиенты и что-то происходит здесь. Ну, выглядит красиво. Дальше мы смотрим на эту палитру. Что можно по ней увидеть? Непонятно, какие цвета основные, где тут самый классический красный, синий, зеленый. И как будто все идет просто по номерам. То есть вот идет 0,8 и дальше на высветление 19, на высветление 28, светлее 38 и дальше YR пошел. Не очень понятно, как строится эта логика, потому что вот эти вот оттенки 17, 19 и 38, 35 очень похожи. Они уходят в оранжевый. Вот эти вот 21, 23, 26, они более золотистые, более желтые. Я бы вообще это поменяла. Плюс 28 здесь убивается. И такого очень много. То есть, например, у вас есть палитра 91, YG 91, 93, 95. Это зеленый с желтым. Он прям такой золотистый зеленый. И вы их делаете ближе к зеленым, чем к желтым. А между ними и желтым ставите холодный YG 45 и 41. В чем логика? Непонятно. То есть, YG 45 и 41 должен быть вообще по тону где-то вот здесь, вот между уже зелеными и голубыми. Они довольно холодные. То есть, здесь идет все по номерам. G 46, 89, 99 и потом пошли-поехали дальше. Плюс здесь некоторые номера идут, видите, в углу сверху, а некоторые потом снизу и переворачиваются. То есть, здесь смотрят R20 туда, а здесь внутрь. Не знаю, в чем логика. Поэтому это красивая выкраска. Выглядит интересно, хоть на стенку вешай. Полезность для меня нулевая. Номера нечитабельные, сочетания странные. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Тоже не могу порекомендовать ее. Возможно, как новичку это была бы классная идея и задумка. Но правда, здесь цвета, они не сделаны вот прям по цветовому кругу. То есть, здесь цвета сделаны чисто по номерам. Если бы их переставили как-то, сделали бы более логично, то тогда, возможно, мы могли бы говорить о какой-то пользе как от цветового круга. Но в нашем случае нет. Вряд ли не могу сказать ничего про эту палитру. Следующее. Это две палитры, которые делают бренды, выпускающие скетчбуки. Это отдельная категория. Покажу вам сначала эту. Они очень разные. Это палитра от Ingberi, которую сделала Оля Стрикоза совместно. Они продаются на сайтах как раз Ingberi. Можно вроде как Куоли заказать. Возможно, даже есть на Wildberries. Есть несколько размеров. У меня самый-самый большой. В чем ее особенность? Это вот такая палитра. Плотная обложка. Кольца. Резиночка. Резиночка, кстати, немножко подрастянулась. Что хорошо, раньше она была супер плотная. У меня очень милый розовый цвет. И когда вы открываете, так это я вам собирала, попозже покажу. У вас на кольцах палитра, подложка одна. И вот так это выглядит. То есть полноценно это будет выглядеть. Вот так у вас 6 столбцов, по 6 цветов. Под каждым есть место под номер. Сверху есть место для палитры. Я не уверена, сколько листов. Напишу вам. Я очень скептически относилась к таким штукам, потому что всегда я делала выкраски и палитры какие-то вот такие. Даже для пошаговок я просто аккуратненько их выкрашивала на белый лист. Я не очень видела смысла, не понимала, зачем платить там какие-то большие деньги за то, что кто-то расчертил круги. Разве это удобно? Тем более у меня была вот эта палитра, о которой мы попозже поговорим, которую мне было жалко использовать. Мне казалось, мне будет жалко ее использовать. И поэтому я ее не купила. Но через какое-то время Оля написала мне, предложила ее просто в подарок, как на обзор. И я поняла, насколько это удобно. Потому что это и правда выглядит гораздо лучше на всяких фотографиях, чем просто в выкраске. То есть я очень экономный человек. Я ее нещадно режу. Кстати, вот вариант палитры поменьше. Здесь просто была еще серая вот эта вот штучка Color Card. У меня с каким-то скетчбуком как пробник пришел. Здесь вы видите, что 5 на 5. 25 цветов против 36 цветов. И вот еще одна, да, такая же. Это настолько удобно, настолько удобно делать палитру в этих кружочках и писать номер. Нет проблемы, что мне не хватает места для номера, что как-то слишком по-разному я нанесла оттенки. Тут действительно очень удобно. Плюс мне нравится бумага. Она плотная, она маркерная, на них хорошо передаются цвета. Мне кажется, идеальная пропорция места для номера после цвета. Я палитру режу, то есть часто у меня бывает для урока, например, я использую 18 цветов, и у меня остается еще 18, и я их просто отрезаю. То есть, например, недавно я делала пошаговку. Примерно это выглядело вот так. Тут были только скетчмаркеры. Потом я сделала серую пошаговку, черно-белую от скетчмаркеров и отрезала номерки. Вот пошаговка была с тачами, и точно так же я отрезала их, и могу дальше использовать, если снова буду делать черно-белую пошаговку. Супер удобно. Какие минусы? Можно сказать, что иногда сложно остаться в кругах, если вы перфекционист и не любите выходить за контур, как, например, я вот здесь вышла, то, конечно, вам будет немножко тяжко. Но можно вот купить, чтобы бороться с инфекционизмом. В целом, это очень удобно. Мне единственное, что не нравится здесь, это кольца, они очень тугие. То есть, вам, когда вы что-то красите, нужно эту подложку перекладывать. Плюс, когда у вас заканчивается лист, нужно сделать подложку под следующий. И здесь такие кольца, что я каждый раз немножко их опасаюсь, но я вообще боюсь колец. Они такие достаточно плотные, и для меня это скорее минус, чем плюс. Но в остальном мне, правда, она очень понравилась. И когда она у меня закончится, я думаю, что я куплю себе новую такую. Я даже не предполагала, насколько меня раздражает делать выкраски для уроков. Потому что я не делаю выкраски к обычным рисункам, но для уроков делаю. И меня раздражало делать каждый раз эту выкраску. И это оказалось суперудобно. Плюс, если вы из тех людей, кто любит, например, вклеивать выкраски в готовый рисунок, тоже это будет смотреться красиво. Вы можете вырезать нужный кусочек, вклеить, и будет смотреться очень аккуратно. Поэтому для меня это определенно, да. Мне прям очень понравилось, и я сама не ожидала, что мне так понравится этот продукт. И еще одна выкраска. У меня тут есть даже к ней мешочек, чтобы вы понимали, купила на какой-то Черной Пятнице. Хотя я не очень люблю, когда к какому-то предмету идет еще один дополнительный предмет. Не знаю, странно к такому отношусь. Ну ладно, мешочек мы не будем суждать. Палитра Max Goods. Когда-то она так шумела на YouTube, на всех буквально страничках в соцсетях. Она была суперпопулярной, что с ней только не придумывали. А сейчас как будто она перестала быть популярной. Не знаю, даже пользуется ей кто-нибудь. Я купила давно. Здесь пустые листы, довольно узкие. Если говорить про входную информацию, это 5 на 20 сантиметров, 70 листов, плотность 160 грамм. Здесь маркерная бумага, которая разработана совместно с Евгением Корчевской. На одной такой штучке, кстати, хорошей, потому что у меня была еще одна палитра. Я вам вставлю фотографию. Она была покороче, она стоила дешевле гораздо. Но там очень сильно болтался этот болт, и можно было его зажать. И палитра просто ходила вся холюдном. И он вообще очень легко раскручивался руками. Я потом эту палитру, если честно, разобрала и просто листочки использовала из нее. И там мне не очень нравилась еще обложка, потому что здесь плотная вот эта часть обложки. Там был листик какой-то такой, может, немножко более плотный, чем обычно. И поверх такая прозрачная пленочка, которая тоже постоянно уезжала на неплотном креплении. Здесь, как я все сделала, я расчертила. Выглядит очень красиво. Я даже не буду говорить, сколько времени я на это потратила, если честно. Потому что тут все одинаковое. И листы-то белые, поэтому я все отмеряла по линейке. Потом закрашивала. И потом я еще сделала... У меня здесь была сборная солянка. И потом я еще сделала вот такую выкраску копик. Это, по сути, то же самое, что основная их выкраска. То есть вот эта выкраска. И просто вот этот столб переехал сюда. И один раз на каком-то вебинаре с кем-то я рисовала вот такой вот цветочек в 2019 году, 4 апреля. Сейчас я этой палитрой не пользуюсь. Хотя, кстати, думаю, что надо начать. В чем суть? Я не фанатка этой палитры, что я могу сказать. Вот эта часть выглядит супер красиво, но, во-первых, очень много времени. Во-вторых, очень много маркера, потому что это не один слой. Один слой выглядит вот так, если вы видите, он такой супер неровный. Вам нужно несколько слоев, чтобы добиться идеального результата. Все здесь понаписать, все скомпоновать. Плюс, когда появляются новые маркеры, то есть у меня же здесь как фиолетовые, розовые, бежевые, красные, да. Потом что-то произошло непонятное. Какие-то цвета из красных, которые никуда не подходили. Желтые, оранжевые, зеленые смотрятся офигенно. Но потом вы покупаете новые маркеры, и их нужно куда-то надевать. И вот появляются дополнительные странички. Они уже все перемешаны. Вот какой-то рандомный желто-красное что-то. И расчерчивать все это уже не хочется. Кажется, что вот ты купил цвет, там, не знаю, R08, и его логично было бы впихнуть куда-нибудь сюда, перед номером предыдущим, и было бы суперудобно. Но у вас оттенков много, они не влезают. Плюс, если маркер заканчивается, он будет полосить. Тоже не очень, не очень приятно. Когда-то я купила флуоресцентный цвет скетч-маркеров. Я не фанатка скетч-маркерских флуоресцентных оттенков. Они очень сильно царапают бумагу. Я этого не знала, нанесла на палитру, и теперь он выглядит очень неопрятно. Такой вариант мне тоже не понравился, потому что очень долго это все расчерчивать. А смысл, если можно просто распечатать оригинальную выкраску, вы можете даже это сделать на маркерной бумаге, просто купив бумагу в пачке. А4 принеся ее куда-нибудь или даже на домашнем принтере. Рисовать у меня в этой палитре не прижилось. Я не очень люблю такие узкие форматы, мне нравятся форматы побольше. Поэтому сейчас она просто лежит. Ну, вот красивый веер. Когда-то я использовала ее для фотографий, она красиво так смотрелась. Сейчас я даже для этого ее не использую. Мне кажется, из самого сбудца ее не особо пиарят. Вот, кстати, флуоресцентный синий скетчмарк. Смотрите, что случилось с бумагой. И поэтому я не могу сказать, что я ее рекомендую как палитру. Я знаю, что некоторые используют ее для каких-то своих выкрасок. Например, они там делают палитры, какие цвета классно смешивают, друг с другом относятся к ней очень вольно. И мне кажется, для этого это супер. Потому что я к ней это очень серьезно отнеслась. Начала прям все разлинеивать. И это не сложилось у меня с ней любовь. Возможно, надо относиться к ней проще. Но, с другой стороны, она достаточно много стоила. Тысячу, по-моему, рублей. Сейчас я даже не знаю, сколько вставлю вам, если она есть на сайте. Поэтому как будто не хочется ее тратить просто на бумажки, когда я понимаю, что есть какая-нибудь пачка бумаги А4 250 листов за 2000 рублей. И понятное дело, что такая палитра становится супер невыгодной. Поэтому, конечно, решать вам. Но я не могу сказать, что я рекомендую эту палитру. У меня она не нашла отклик. Я к ней почти не возвращаюсь. Если подводить какой-то итог этому видео, что я могу сказать? Палитра могут скрутиться для меня? Скорее, нет. Палитра Ingberry? Скорее, да. Мне она реально понравилась. Но мне кажется, что не всем, наверное, нужна. Легко можно обойтись без нее. Но она сделает жизнь проще. Из официальных палитр. Вот эти официальные, да. Вот эти вот, да. Для каждого бренда обожаю. Очень удобно, очень логично, очень подумано. Вот эти вот две такие немножко палитры. Я даже не знаю. Фэнси палитры, такие забавные. Только если вы любите заполнять палитры. Так, я не вижу в них фактического смысла. Это можно найти ее бесплатно. Эту можно купить только платно. Но поддержать труд художника. В целом, ни в одной, ни в другой я особого смысла не вижу. Мне они не помогают в жизни. Они помогают в рисовании. В этом видео я еще не упомянула довольно большое количество палитр, которые делают разные-разные художники. Некоторые делают такие забавные формы для градиентов, для выкрасок. Но я взяла именно такие монументальные, большие, где прописаны прямо номерки брендов, где палитра полностью всего бренда. Мне показалось это интереснее. Напишите в комментариях, какой палитрой пользуетесь вы. И вообще, какая вам кажется наиболее удобной. Пользуетесь ли вы палитрами? Возможно, вы фанаты вот этой HexChart, потому что я знаю, что есть такие люди, просто это не я. Напишите тогда, чем она вам нравится. И спасибо большое за просмотр. Мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. До скорых встреч!